Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Любовь Курьянова, в этом выпуске. Свет ясной поляны. В Словакии стартовал образовательный проект, посвященный жизни и творчеству Льва Толстого. В молдавском селе Мусаито открыли памятник героям войны, восстановленной при поддержке посольства России. Мост дружбы в Москве состоялся российско-корейский гуманитарный форум. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Европейском фонде славянской письменности и культуры в рамках образовательного проекта, посвященного жизни и творчеству Льва Толстого, состоялось открытие фотодокументальной выставки «Свет ясной поляны». Это уникальная экспозиция фотографий интерьера и экстерьера усадьбы семьи писателя и гостей Ясной поляны, которые были сделаны при жизни Льва Толстого. Выставка организована Европейским фондом славянской письменности и культуры при участии философского факультета университета имени Матея Белла. В режиме офлайн в мероприятии приняли участие более 150 студентов и преподавателей из города Братиславы. С докладом выступил и словацкий историк Марош Мачуга. Он рассказал о тесных культурных связях Толстого со Словакией и подчеркнул, что сегодняшняя выставка – это лишь начало большого сотрудничества. Памятник героям Великой Отечественной войны торжественно открыли в молдавском селе Мусаиту. Монумент, восстановленный при финансовой поддержке посольства России в Молдавии, увековечил память 33 жителей села, павших в сражении с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Работой по реконструкции и благоустройству монумента провела славянская правозащитная организация ВЕЧИ. В церемонии открытия памятника приняли участие десятки жителей села, в том числе дети и внуки павших героев и умерших фронтовиков. Представители местной власти выразили благодарность посольству России за оказанную финансовую помощь. Вы знаете, восстановить и выбить деньги – это одно. Главное – это сохранить. Сохранить для грядущих поколений. Хорошо, что рядом здесь школа. И старайтесь, чтобы не просто только по имени оставайтесь, чтобы дети знали, какие односельчане не вернулись с фронта и кто воевал, защищал в мире свободу. Иначе бы и нас вместе с вами не было живых. От имени посла России в Молдавии Олега Воснецова выступил советник дипмиссии Александр Андреев. Он отметил историческую и патриотическую значимость восстановленного памятника в честь погибших советских воинов и увековеченных имен умерших ветеранов войны. Россия и Вьетнам отпраздновали юбилей Ханойского филиала Института русского языка имени Пушкина. Ему исполнилось 40 лет. Несколько дней более 300 участников из России, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Малайзии, Филиппин, Камбоджи и Мьянмы обсуждали современные методики преподавания русского языка как иностранного. Международная научно-практическая конференция в Ханой прошла под названием «Современные стратегии в изучении и преподавании русского языка как иностранного». С приветственным словом выступил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский. Он подчеркнул, что широкое распространение русского языка во Вьетнаме – это большое конкурентное преимущество в современном мире. Напомню, Ханойский филиал Института русского языка имени Пушкина является главной базой для изучения русского языка во Вьетнаме, а также крупнейшим центром русистики во всей Юго-Восточной Азии. Российские преподаватели прибыли в Ханой, чтобы провести занятия и представить вьетнамским коллегам современные методики преподавания русского языка как иностранного. Одновременно стартовала очередная экспедиция международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире», участники которой проведут в городах и провинциях Вьетнама образовательные мероприятия, направленные на продвижение русского языка. После официальной части состоялся праздничный концерт, номера для которого подготовили вьетнамские школьники. Они исполнили песни на русском языке и сыграли на ложках. Накануне в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось торжественное закрытие годовой программы 14-го Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь». В рамках мероприятия наградили лауреатов одноименного 21-го Международного театрального форума и вручили высшие награды военным корреспондентам, а также выдающимся мастерам в области театра, музыки и изобразительного искусства. Международный форум «Золотой Витязь» существует уже 33 года, и все это время народный артист России Николай Бурляев остается его бессменным организатором и вдохновителем. Сколько успели за год, мы ведь начали в самом начале года, около 500 программ. 200 кинопоказов лучших фильмов, театральные постановки, оркестры симфонические, хоры, выставки живописные, литературный форум. Сложно все описать, но я лично доволен этим годом. Особенно я рад, что удалось на базе «Золотого Витязя» собрать армию всех деятелей искусства, всех видов по кино, театру, музыке, литературе, живописи и создать культурный фронт России. В этом году обладателем золотой медали имени Сергея Бондорчука стал режиссер Андрей Кончаловский за большой личный вклад в развитие кинематографического искусства. Лауреатом литературного форума стал писатель Борис Лукин. Его отметили за книгу о его сыне, поэте и морпехе Иване Лукине. 23-летний студент литературного института добровольцем ушел на СВО и погиб в Мариуполе весной прошлого года. Золотой медалью имени Юрия Левитана за выдающийся вклад в теле-радиожурналистику наградили военного корреспондента ВГТРК Николая Долгачева. На новых территориях очень активно работают информационные наши команды. Есть государственная радиокомпания Луганск. Это филиал ВГТРК. Такая же структура создана в Донецке. И наши молодые коллективы, в основном состоящие большей частью из местных жителей, очень активно работают, информируя население не только регионов, новых регионов, а о том, что происходит и на линии фронта, и в тылу, как идет восстановление. Но и всю страну информирует. У нас материалы выходят на федеральный эфир, практически ежедневно. Владимирский академический театр драмы стал обладателем главного приза театрального форума «Золотой Витязь». Творческий коллектив наградили за верность традиции и приверженность социальной тематике в русском репертуарном театре. За 21 год своего существования Международный театральный форум «Золотой Витязь» стал одним из крупнейших международных театральных форумов, проходящих в России. Он собирает все лучшее, что есть в театральном искусстве, народов России и стран славянского мира. В Москве завершил свою работу 10-й российско-корейский гуманитарный форум «Мост дружбы». Участники обсудили актуальное состояние контактов обеих стран в области культуры и искусства. Подробнее в специальном материале моей коллеги Евгении Фухурдиновой. Корейские русисты, российские корееведы и другие специалисты, работающие в области российско-корейского гуманитарного сотрудничества, собрались в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля, чтобы обсудить итоги и планы десятилетней работы форума. Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Российской Федерации Ли Дахун и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Когда мы говорим о гуманитарном сотрудничестве, это, конечно, сотрудничество между людьми и, прежде всего, между теми людьми, которые понимают цену человеческих обменов и цену обмену культур. Однако уровень понимания корейцев российско-современной культуры и искусств, искусство достаточно низкий. В России хорошо известна современная корейская культура, это как кей-поп, драма, но уровень понимания корейских традиций и культуры в целом еще недостаточно. Я думаю, что теперь настало время перешагнуть такой уровень, по-своему пониманию». Российско-корейский гуманитарный форум впервые был проведен в 2014 году, задуманный Оргкомитетом как канал общественной и культурной дипломатии. За эти 10 лет удалось запустить несколько совместных проектов и осветить многие темы – от спорта и образования до цифрового контента и музейного дела. «Наш музей по своей коллекции является крупнейшим в мире, и у нас есть самые разные материалы. Корейских вещей у нас, конечно, нет и реликвий, а вот материалы, которые связаны с путешествиями русских писателей и деятелей культуры в Корее, у нас довольно много. Я бы назвал три имени. Это всем известный Иван Александрович Гончаров, автор романа «Обломов». А дальше я бы назвал имя Николая Михайловича Пржевальского, известного нашего путешественника, географа, натуралиста, который тоже оставил соответствующие документальные свидетельства о посещении Кореи». Модераторы и участники форума подчеркнули, что для долгосрочного и устойчивого сотрудничества между нашими странами необходимо глубокое понимание культур, менталитета и взаимное доверие. Евгения Факурдинова, Равид Гор, специально для программы «Время русского мира». Гостиный двор в центре столицы вновь стал сердцем литературной жизни страны. Ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» собрала в одном месте самых известных прозаиков, поэтов, драматургов и публицистов. Участниками юбилейной ярмарки стали 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры, а гостями – писатели, лауреаты многочисленных премий, популярные сетевые авторы и молодое литературное поколение. Мы выпускаем, в первую очередь, книги авторов, которых лично знаем и которые хочется издавать. Книга, которой вы гордитесь? Усакова, Людмила Михайловна, о своей жизни. Это художник кино. Она и муж были художниками кино, и в конце своей жизни она решила сделать книгу-записную книжку, неправильную, но интересную. Вот она самая большая на этой книге, самая разноцветная. Открылась программа ярмарки круглым столом о покорении Арктики и лекции о сетевой литературе, а завершилась разговором о новом формате литературы на стыке комиксов и прозы. Традиционно ярмарка «Нонфикшн» была разделена на несколько тематических разделов. Среди них площадка «Территория познания», на которой прошли мастер-классы и встречи с детскими писателями, творческие, мастерские и, конечно же, презентации книжных новинок. Литературную премию «Наследие» вручили в соборной палате Московского епархиального дума. На торжественной церемонии наградили талантливых авторов, сохраняющих в своем творчестве традиции русской литературы и культурные ценности нашей страны. Литературная премия «Наследие» была учреждена в 2012 году Российским Союзом Писателей совместно с Российским Императорским Домом под покровительством Великой Княгини Марии Владимировны во знаменование 400-летия преодоления смуты и всенародного призвания на царство Дома Романовых. Участвую в церемонии в первый раз, представила на конкурс очень нежное политическое эссе о пастернаке и цвета его брата со стран в пятом времени. Одной из задач премии является поощрение свободы творчества, обозначение нравственных идеалов и ценностей российского общества в современном культурном контексте. Конкурсный отбор авторов проходил на базе крупнейших литературных порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру». На сегодняшний день на этих площадках свои произведения опубликовали более миллиона авторов. Финалистами стали 80 поэтов и 30 прозаиков. Среди них Валерий Искра, Алексей Тверетинов, Тамара Воронина и другие. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий, следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok